Я говорю, ну вы же понимаете, что это невозможно сделать. Зачем вы все это пишете? Они говорят, а мы пока не читали вот то, что написано. Мы будем делать. Мы не собираемся вводить в отношение Украины какие бы то ни было санкции. Я хочу, чтобы это было услышано. Внесли в переходные положения. А что там написано? Что там внесли? Ну конечно, они как тебе любят эти инвестиционные силы, Украины... Я так хочу послушать. Простите меня. Потому что я преклоняюсь перед Владимиром Владимировичем. Это вообще вот. Это счастье, что у нас такой президент. Почему вы смотрите речь? Узнать настроение страны нашего лидера. Дальнейшие мероприятия, какие будут проводиться на улучшение жизни. По поводу Сирии тоже интересно, как будут действовать. Настроение. Самое главное настроение нашего лидера, президента Владимира Владимировича Путина. В первую очередь поддержим его. Поэтому хочется послушать напутствующие слова. Либо ответы на всякие каверзные вопросы, как будут отвечать, чтобы тоже понимать ту ситуацию, которая на самом деле происходит. Почему важно смотреть на трансляцию президента сегодня? Ну надо, во-первых, знать, что творится в стране, что думает президент, и что он делает для того, чтобы мы жили, существовали. Ну и продолжали. Я хотел услышать эти ответы на основные вопросы по международной политике, по экономическим вопросам. Надеюсь, что услышу. Я всегда смотрю. Всегда. Каждую его пресс-конференцию, каждый год. Мне просто очень интересно. Потому что так, как отвечает наш президент, которым я очень горжусь, я считаю, что нет ни одного такого лидера в мире, который может сравниться с Владимиром Владимировичем. Мне просто интересно. Воспользовалась случаем, приходила в администрацию, и думаю, надо хоть немножечко постоять, послушать. Потому что вечером буду смотреть обязательно все от начала до конца в записи. Политика, которая происходит в государстве, объяснить ее может только первое лицо. И на самом деле каждый раз выступление президента – это как праздник. Потому что радует, что у нас есть лидер, за которым мы все готовы идти. Чтобы быть в курсе всех дел, что делается в нашей стране, в нашем Крыму, и быть информированным.